Речь идет не о переоформлении чинота нового покупателя, а о переуступке контракта. То есть новый покупатель покупает контракт у предыдущего владельца на том этапе, на котором он находится. Также очень важный момент, на который нужно обратить внимание, это дополнительные платежи, так как они пойдут в плюс к основной стоимости квартиры. Стандартно это 4 платежа, которые отображены в любом контракте от застройщика. Это установка регистрации счетчиков, это капитальный ремонт, это госпошлина на оформление недвижимости в собственность и ежегодный сбор за обслуживание. В дополнение к этим платежам пойдет еще сбор за смену имени в контракте. У некоторых застройщиков это может быть 10 тысяч бат, у некоторых вплоть до 200. Эта цена зафиксирована в контракте от застройщика, поэтому тоже важный момент, на который нужно обязательно обратить внимание. Следующий важный момент, это фактический размер квартиры. Предположим, вы купили контракт, в котором была заявлена квартира площадью в 40 квадратных метров. Фактический же размер получился 41. Для вас это означает, что цена квартиры изменится в соответствии со стоимостью одного квадратного метра. Мы проверяем, сколько продавец выплатил застройщику, какие дополнительные платежи лягут на покупателя. Получаем разрешение от застройщика на переуступку и только после этого начинаем готовить все документы. Переуступка довольно сложный процесс и разобраться самому будет довольно сложно. Поэтому очень важно выбрать здесь агентство недвижимости с хорошим опытом.